Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, друзья. Московское время. 14 часов 3 минуты и 45 секунд. Здесь телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Юлия Егорова. Роман Шахов и... И наш сегодняшний гость, которого мы ждали. Мы говорили о том, что он придет, но не сказали, собственно, с чем он придет. Сейчас все расскажем. Иракли! Привет, привет, привет. Привет. Хотела сказать тебе, вылези из телефона, ты в прямом эфире. Хорошо, мама. Итак, вот с чем он пришел. Он, знаете ли, онлайн, друзья. Может быть, кто-то из вас уже в курсе, кто-то еще нет, кто-то сегодня в этом часе впервые посмотрит новый клип Иракли. Называется «Онлайн». Да, но клип мы посмотрим и обсудим чуть попозже. А теперь, да, поговорим о тебе, о любимом нашем красавчике грузинском. Рассказывай, как ты справляешься с этой осенью. Все вокруг жалуются, что вот такая погода, она какая-то просто несносная, что пусть лучше было бы морозно, но сухо, чем вот эти дожди на тебя влияют. Во-первых, спасибо за то, что я еще еле успел рот-то открыть, а уже был облит медом и вогнан в краску за обзывательство под названием «Красавчик», но приятно. Я думала, ты сейчас меня будешь ругать, что я тебя ругаю за телефон, пожурила тебя. Не-не-не, что ты, по праву. Хотя у меня тоже свой прямой эфир. Вот-вот. Но от этой природы я все-таки склонен считать, что у нее нет плохой погоды, и человек сам себе создает настроение. Хотя буквально с недели назад, просыпаясь в солнечном Табилиси, где плюс 18... Да, и помидоры красные вкусные. И не без этого. Конечно же, утро начинается автоматически с прекрасного настроения, но ведь это вопрос исключительно настроя. И человек сам должен создавать не только для себя, но и для окружающих прекрасную погоду, независимо от того, что находится на небе. Серость, облака и так далее. Окей, дорогой наш позитивный певец, но вот как сегодняшний твой день начался? Почему ты сегодня? В хорошем настроении или, может быть, не в очень хорошем? Активно начался, так как пришлось встать рано, готовиться к эфиру на стране ЭФМ. И была репетиция с музыкантами, и небольшой эфир еще. Зарядка. А настроение всегда бодрое и активное. Зарядка. Зарядка. Зарядка будет после страны ЭФМ. А скажи вообще, составляющая твоего настроя такого на работу, что должно произойти? Или тебе все равно, ты всегда готов, как пионер, ни пробки, ни какие-то там бытовые... Ну, у меня в первую очередь определенный внутренний диалог происходит для того, что я понимаю, для чего я встал, какая у меня такая небольшая миссия, кто вообще я такой. И осознание этого позволяет выйти на прекрасное настроение и ощущать себя счастливым. Интересно было бы, конечно, заглянуть вовнутрь Ираклия и услышать вот этот диалог. Не надо. Не стоит, да? А ты не умничай, просто делись мыслями. Но нет, есть, есть. Но цитировать иногда известных философов или... Бывает, да. Но это не мои мысли, я лишь взаимствую. Мы влюблены в его песни, они украшают эфир телерадиоканала «Страна.ФМ». Ну, а сегодня он сам у нас в гостях, Ираклия. Дорогие друзья, смотрите, слушайте. Кстати, можно вопросы нашему гостю задавать. Вконтакте «Страна.ФМ» есть публикация, посвященная визиту Ираклии. А визит связан с тем, что мы до конца этого часа посмотрим новый клип под названием «Онлайн. Будьте в нашей компании». Наш красавчик продолжает создавать два прямых эфира, параллельно машет своим поклонникам в Инстаграме. Кстати, большая у тебя аудитория, поклонников откуда пишут? Ну, не как у Бузовой, конечно же. Но она зато у меня очень теплая. Не без этого. А, кстати, как ты относишься к нашим звездам, которые становятся за год популярными и дают сольники? Да я вообще, в принципе, к творческим людям отношусь всегда позитивно. Не ворчишь? Нет. Бывает, иногда подхихикиваю, подшучиваю, потруниваю. Тогда при встрече, если кого знаю. А так, в принципе, желание самовыражаться я всегда воспринимаю положительно. Вне зависимости от того, у человека как бы велико ли мастерство его. Ну, почему спрашиваю? Потому что ты прошел, проходишь очень-очень долгий путь. Во сколько лет ты начал заниматься творчеством? Ну, первую свою песню я записал, когда мне было 15 лет. Это значит, соответственно, 25 лет. Вот, вот. С юбилейчиком, Иракли. Спасибо. 25 лет на сцене. Иракли, персхалава. Кремль, ждем вас. Давай, а почему нет? А можешь себе представить? Вот реально, давай, например, тебе. Я чересчур как-то иронично отношусь вообще, в принципе, к самому себе. Даже. Самая ирония, она иногда полезная, я считаю. Ну, мы вот сейчас вне эфира говорили про твою мамочку, про тебя, как она отдала тебя на скрипку, а ты же... Так и про твою мамочку мы говорили. И про мою мамочку, да. Вот, Ром, мы про твою мамочку. Он промолчал, да, мамочка не отдавала меня на скрипку, я сам на баян пошел, на меня выгнали. А, понятно, не случилось у тебя великого баяниста. А из Иракли не случилось великого... Скрипача. И скрипача, и футболиста тоже, да. Ну, почему же, футболиста немножечко случилось. Вот, расскажи, кстати. Там был же звездный у тебя... Двухкратный чемпион мира по футболу, правда, среди артистов, но все равно такие... А, нагнал уже потом. Да, да, да. В команде Старко являюсь одним из нападающих, собственно. И каждый год проходит чемпионат мира под эгидой арт-футбол, так называется. Благотворительное мероприятие, которое организует в главе с президентом Юрием Давыдовым, президентом клуба Старко. И очень клевое мероприятие, в котором я принимаю участие. А мне все время интересно, то есть вы собираетесь исключительно на матчи или тренировки звездные тоже бывают? Тренировки, они существуют. Правда, я их прогуливаю, потому что, ну, больше как-то все-таки музыкой надо заниматься. Я ведь в первую очередь пою. А в детстве футболом ты занимался прям так основателем? Пару лет в футбольной школе «Локомотива» я играл. Но поздно пришел. Поздно пришел. Да и после того, как расформировали на тот момент детскую спортивную школу, пришлось, ну, закончить. То есть, получается, в принципе, в детстве ты попробовал много всего, да? Такие разные параллельные миры. Ну, все равно я варился в первую очередь в кастрюлю под названием «Музыка». Вот, но единственное, конечно же, из-за того, что как-то подсознательно осталось то, что меня заставляли, да, и поэтому я дальше не пошел по классической стезе, вот. Но все равно как музыкальная школа, так и грузинское песнопение меня вернули назад в пение, потому что петь я любил с самого детства, больше, чем скрипку. Какой грузин не любит и не умеет пить? Не умеет, есть такие. А вот любят все. Друзья, мы сделаем небольшую паузу, после этого вернемся к тому, что любит Иракли. Все, не переключайтесь. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна ФМ». Мы посмотрели только что один из душевных красивых клипов, между прочим, Иракли, у нас сегодня в гостях. И что-нибудь, наверное, по поводу этого клипа скажет. Да самое главное, что этот клип набрал в YouTube 17 миллионов просмотров. Да, так и есть. Ну, я смотрю, честно говоря, освежая память, как мы это снимали. Очень клевые ребята, мои друзья. Виталий Гагунский, Наташа Рудова, красавица, прекрасные актеры снимались в этом. Прям такой флэшбэк. Ближе говори к микрофону. Прошу прощения, да. Говорю, воспоминания от съемок этого клипа. Наташа Рудова, Виталий Гагунский. Прекрасные люди и профессионалы, и актеры крутые. Я прям вспомнил. А как вообще возникла идея с этой песней работы? Песня же Мурата Насырова, да? Абсолютно верно. Дело в том, что когда я еще пел в группе «Тет-а-тет», а мы общались с Муратом, пересекались часто, приятельские общения, какое-то было. И я как-то ему сказал, что «Мурат, а я вот хочу перепеть в R&B сделать». Ну да. Я это ты. И он один из немногих, на самом деле, артистов, которые даже ни секунды не думают, говорят «Круто, давай!» Потому что тогда середина двухтысячных, да, получается? Сколько лет назад это было? Начало даже двухтысячных. И часто артисты бывают, они в России негативно относятся к ремейкам на их композиции, хотя целая культура на Западе существует. Без самой мучио пела миллион человек. Да, ну, как бы, да, песня существует. Нет, у нас мое, никому не отдам. Нет, да, именно так. И тут меня поразило, ну, действительно, человек был такой, с большим сердцем, и я часто его вспоминаю. Потом как-то все не хватало времени, и он все время, мы встречались, говорит, ну, что ты сделал? Ну, пока руки не дошли, я обязательно сделаю. Потом случилась эта трагедия, к сожалению, да, и многие стали заново его играть на радиостанциях и так далее, да. Я не хотел спекулировать на тот момент. Прошло время, я вспомнил эту ситуацию и решил сделать, держать свое слово. И вот я очень рад, что я перепел эту песню, действительно, и на концертах она очень тепло принимается. Я каждый раз его вспоминаю. Ну, очень трогательно получилось как-то, и, знаешь, и со вкусом. Слушайте, ну, а вот с Тим, да, здесь тут, как это вообще случилось? Расскажу. Дело в том, что я хотел сделать именно другую версию. Было бы странно, если был бы и куплет, и припев мой, да, хотя на концертах, когда я один, я же без Тима выступаю, я так и пою, но непосредственно тот видео и аудиоконтент, который я хотел презентовать, я хотел сделать припев и, скажем так, по-новому представить эту песню. И я обратился к нескольким рэперам на предмет того, чтобы они написали свой рэп и прислали мне. И Тим написал очень круто, мне очень понравилось, здорово. И мы сразу же записались с ним и сняли вот это видео, которое, опять-таки, по результатам того, какую он популярность имеет в Ютьюбе, да, там более 17 миллионов просмотров, наверное, говорит о том, что мы, мой выбор как продюсера был правильный. По поводу 17 миллионов поживем-увидим, говорят те, кто ставит лайки за клип онлайн, да. Там тоже все хорошо. Кстати, по поводу этого клипа мы еще поговорим, ну расскажи, а что там, может быть, сам ты сделаешь в регги, в хип-хопе, в рэпе, что-то вот сейчас же, но это все-таки, да. Я действительно хулиганю, но хулиганец как в другую историю. Все-таки как мне, как-никак мне 40 лет. Возвращаясь в рэп, как я начинал, в принципе, с рэпа, и возвращаясь назад, мне кажется, надо давать дорогу молодым, но субпроекты так называемые я делаю, потому что я люблю музыку, я люблю творчество. Для фана просто, может быть, почему? Скорее, для фана не назовешь, для души — да. То, что ты сейчас делал в Грузии, это было для души? Расскажи об этой работе. Вот ты только вернулся, снимал клип на песню. Да, я не очень люблю, конечно, говорить заранее о том, что еще не произошло, но во всяком случае, ну нет, нет, нет. Скажи, что можно. Люблю делами, нежели чем словами. Но действительно уже написана песня, записана. И сейчас вот снят видеоклип на стадии монтажа, на хосте постпродакшена. Это видеоработа с... Это вообще проект совместный с отцом Серафимом. Отец Серафим — это... Ну, он нереально поет церковное песнопение на арамейском языке, на языке Христа. И я знаком с ним давно, но увидел его песнопение. Пап Римский приезжал в Грузию, и отец Серафим пел перед ним. И эта видеозапись распространилась вирусно по всем соцсетям, и поступали предложения как выступать, так и саундтреки делать для американских голливудских фильмов. Вот, и мы делаем с ним проект The Pilegrims. И вот первая видеоработа снята в исторических местах. Очень красивая как аудио, так и видеоработа. Он пойдет на арамейском, у меня на русском. Будет также песня на грузинском, на английском. Это проект из нескольких песен, получается, да? Это будет альбом из семи песен состоять, который будет сниматься также видеоработкой. Хорошо, тогда, если нельзя, больше не рассказывай. Когда примерно мы это все увидим? Я думаю, в новом году, уже где-то в феврале месяце. Первая видеоработа и аудиоработа. Лучшее в стране. Всем хорошего дня. У нас сегодня настоящее чудо в студии, потому что к нам в гости пришел грузинский красавчик. Да-да-да, буду поливать тебя медом дальше. Певец Иракли. Между прочим, красавчик в интернете, в инстаграме выложил фотографию с ликой и написал, что она приехала из Италии, что-то они записали. Ну что, понимаешь, мы ее давно не видели, давно не слышали. Ну, может быть, хоть чуть-чуть намекни, потому что, ну, правда, интересно. В свое время, если, знаешь, можно этим термином пользоваться, она была... Обещаю прийти к вам с этой работой, дабы раньше времени не молдать. Ну, что-то совместное, короче, вы там делаете. Да, это будет прям очень крутая история, поверьте мне. Ну, ладно, раз ты такой скрытный, мы сейчас тебя с другой стороны будем раскрывать. Эфир, к сожалению, не резиновый, поэтому сейчас у нас блиц-опрос, чтобы за короткое время узнать о тебе максимум информации. Отвечать быстро, не задумываясь. Поехали. Настоящие красавицы на нашем экране это... Это вы? Молодец, глядит. Молодец. Пять вещей, которые я возьму на необитаемый остров. Ну, поверьте, мне, у меня есть опыт, связанный с этим. Потому что я два раза участвовал в таком родопроекте. Что? 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 Объясняю. Гарпун, ласты, маску-трубку. Это позволяло мне ловить рыбу и... Давайте это будет одним предметом. Ну, это вот прям набор подводного охотника. Ну, вот, кастрюлю. Зажига... Она ненадолго просуществует. Четвертая же. Это было третья? Один, да. Тогда я возьму... Расческу. Ну, огниво, наверное. Нет, фотографию любимой. Нет, я возьму стекло увеличительное. Я возьму матрас для плавания и сна. Трусы. Зачем там трусы? Это же необитаемый остров. Там никто на тебя не смотрит. Можно наказать... Наказать, наконец-то, показывать все, что... Не показывать. Можно загореть в тиму. Ладно, серьезно. Ираклий, какую книгу ты сейчас читаешь? О, я сейчас читаю, Синельникова, возлюби болезнь свою. Кто-то сейчас на меня, может быть, будет кидать камни, но... Принято. Хорошо. Пусть первый кинет тот, кто, собственно, не грешен. С каким человеком ты бы согласился застрять надолго в лифте? Санджелин и Джули. Хорошо. Главное достоинство твое? А? Твое главное достоинство? То, что я папа. Молодец. Хорошо сказал. Басков или Киркоров? Вообще сложно выбрать, потому что я не могу понять, как определиться, кого ты любишь больше, маму или папу. Молодец. Как отвечаешь, а? Нью-Йорк или Париж? Вот здесь безальтернативно. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Я обожаю этот город. Я тебя поддерживаю полностью, ладно. Гамбургер или хот-дог? В общем-то, если... ЗОЖ. Этот гамбургер будет, как дети называют мои, грузбургер, потому что там грузинскими явствами, грузбургер, вот тогда гамбургер. О, кстати, про грузинскую кухню потом поговорим. А собак я люблю, не горячее. Хорошо. Гамлет или Росомаха? Ёшкин кот. Да. Ёшкин кот? Как-то хотелось бы что-то третье. Ну, не, ну. Конечно же. Конечно же Росомаха. Окей, что страшнее для Иракли? Забыть слова на сцене или остаться без горячей воды на месяц? Ну, так как не так давно я, в принципе, сделал первое, а именно забыл слова, это было сегодня. Поэтому это мне не страшно. Нет, нет, а вот отсутствие горячей воды, конечно же, это значительно страшнее. Любишь помыться, да, в принципе? Я просто забывал дела, забывал слова, и это даже, это можно перевести на плюс, потому что люди ощущают, что это живьё. Абсолютно правильно. А под фонограмму слова не забываются, задатели. А во сне не снится, что стоишь на сцене, да, и ничего не помнишь? Говорят, что у артистов такое бывает. У меня фобия на сцене лишь, а вот выступать под фонограмму мне страшнее, чем, бывают там какие-то съёмки, концерты, вы, наверное, знаете, да, но необходимо. Заставляю. И вот здесь я начинаю, именно, здесь я начинаю волноваться пуще всего, потому что, вот, как-то так. Тебя заводят когда? Или тебя заводят что? Или тебя заводят кто? Тут много вариантов. Ну-ка, ну-ка. Не будем о разнообразных вариантах, но меня очень заводит, если из действия, то занятие сёрфингом. Да ты что? Особенно где-нибудь на Бали. Именно, это мой третий дом, и я уже лет восемь как занимаюсь сёрфингом, и для меня это действительно такая перезагрузка и такое ресурсное занятие, и меня это очень заводит. Друзья, пока он не улетел на Бали сёрфить, мы его пригласили, успели, застали в Москве, пригласили в студию телерадиоканала Страна ФМ. Иракли у нас сегодня в гостях, и сейчас уже речь пойдёт о том клипе, о котором мы так намекаем и говорим в течение всего часа, но пока ещё вот предметно не разговаривали. Итак, работа онлайн. Онлайн, да. Давай с самого начала. Рассказывай, хвались. Ну что могу сказать. Ну гордись. Написал эту песню мой старинный друг, прекрасный композитор Аслан Гусейнов, который написал мне в своё время такие песни, как «Так не бывает», «Сделаешь шаг», «Нелюбовь». Хитмейкер Гусейнов. Да, 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 и не только мне, хитмейкер Гусейнов, и теперь будет её погремуха, я буду так его назвать. Он огромное количество звёзд писал, я очень рад, что через какую-то паузу вот он разродился для меня, позвонил, такая песня. Мне она сразу очень понравилась, потому что отдаёт она любовью, добром и позитивом. Соответственно, я придумал идею некой визуализации клипа, и со своей старинной подругой, которая мне, кстати, на Бульварном снимала, с режиссёром Катей Садниковой, да, Садниковой, да, абсолютно верно, связавшись с ней. Вот мы сняли вот такую видеоработу, которая такая немножечко, мы соединили два жанра, да, это классический видеоклип с таким интернет-форматом, как «Пранк». Ну-ка, объясни-ка для наших слушателей и телезрителей. Слушатели прекрасно знают, что такое «Пранк», я думаю, что это такой некий розыгрыш, вот, и жалко, что не попало огромное количество импровизаций. Да, да, ты, кстати, обещался как-то в одном из интервью, что, может быть, ты выложишь в интернете. Обязательно выложу, чуть попозже, да. Резать, наверное, было жалко, да, потом вот весь у нас снятый материал. Да, да, просто Катя предложила, говорит, давай, может быть, изменим сценарий, сделаем вот такой, потому что, когда я пел синхроны, люди, узнавая, у нас происходило некое взаимодействие, да, потому что, то есть я пою, в этот раз проходят мимо люди, и они, о, и я, соответственно, подходил к ним, происходило некое взаимодействие, мы там танцевали, не знаю, обнимались, это были люди абсолютно разного возраста, разных профессий, не знаю, слоев и так далее. Это были как молодые девчонки, как бабушки, или подошла, допустим, пошли две женщины в спецовках, которые убирались и так далее. Это клевая какая-то такая импровизационная история, которая веселила как нас, так и прохожих. Но, между прочим, съемочную группу веселил еще и сын твой, который принял участие там. Да, да, и... Он первый раз снимался? В шапке Супермена, да. Да, наверное, да, он впервые, да, у меня до этого снимался Илюша, старший мой, в клипе «Осень», и Сашка подошел и сказал, «Пап, а можно ты меня тоже снимешь в клипе?» Потому что он все повторяет за старшим братом. Конечно. Ну, нужно было найти маму мальчика, да, его далеко не ходили. Абсолютно верно, да. Что же ее искать, когда она уже есть? Поэтому я попросил свою бывшую супругу, мать моих детей, связаться. Она обрадовалась, давай. Вот мы как бы такую атмосферу создали. Более того, еще снялся наш пес, щенок по имени Бен. Слушай, ну, я, как девушка, не могу, конечно, не обратить внимания на то, какой ты молодец во всем. Даже твои отношения, там, и с мамой, и твоих детей, это что-то уникальное. Мало кто продолжает так дружелюбно общаться. Ну, не всегда все это было, скажем так, идеально, но я очень счастлив, что сейчас у нас очень клевые партнерские, полные отношения. Это супер. Что сын сказал, будет еще сниматься? Захотелось ему, понравилось? Вот сам процесс этот или напряг его? Он в какой-то момент застеснялся, сказал, «Пап, я не хочу». Ну, нет, не хочу. Я говорю, «Хорошо, сын, как ты скажешь? Если не хочешь, не хочешь? Просто мне казалось, что ты изначально хочешь, потому что Илюшка-то снимался. Илья-то снимался, конечно. А ты молодец, да? Может быть, ты попробуешь, если тебе не понравится, мы это быстро прекратим. Он такой, «Ну, хорошо». И вот ему понравилось. Ну, между прочим, Илюшка-то сейчас уже занят, ему не до кино, он же в школу пошел, по-моему. Он и в школу пошел, и спортом активно занимается, и музыкой. Футбол? Не только футбол, горные лыжи зимой, ну и оба ходят в футбольную школу, да. Им это нравится. А ты считаешь, что у детей должна быть максимальная занятость, да? То есть они у тебя чуть ли не 7 дней в неделю. Смотрят ли они «Смешарики» когда-нибудь? Есть у них вообще минутка свободная? Смотрели, «Смешарики», но очень дозировано, потому что, ну, я, и я, и мать моих детей, мы определенную позицию имеем относительно компьютера, мультфильмов и так далее. То есть дозировано. Конечно же. В возрасте, когда они очень много их впитывают, мы им стараемся максимально дать, чтобы они были... Книжки читаешь, вот садишься, говоришь, дети, я почитаю. Что в самом топе сейчас у вас? Три поросенка, там, красные шапочки, что расскажи? Ну, во-первых, допустим, когда я не могу читать, да, или не нахожусь рядом с ними, есть записанная сказка моя на АКК-аудио-сказка. Это грузинская сказка «Цикара», которая была записана там в одном проекте. На русском. Я участвовал абсолютно верно на русском. Проект был. Каждый представитель той или иной национальности читал свою сказку. Это есть в интернете, они всегда могут свою любимую сказку читать. Гениально. Но если вдруг нет, то у меня есть как грузинские сказки, как на грузинском, так и на русском, и я им читаю, и в том числе и подаренные осетинские сказки. Молодец. Все, Иракли, слушаем и смотрим. Друзья, вот он, этот клип онлайн Иракли в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Смотрите, слушайте, запоминайте, подпевайте. Достаю из кармана секреты И держу я зажав их в ладонях Просто жду на вопросы и ответы От тебя, только от тебя И как только раскрою ладони И все тайны взлетят словно птицы В эту ночь твое тело утонет В поцелуях опять Ты забери и не отпускай Сердце мое, что тебе дарил я Просто любовь, режим онлайн Ты подержи, чтоб не уходила Ты забери и не отпускай Сердце мое, что тебе дарил я Просто любовь, режим онлайн Ты удержи, чтоб не уходила Ты летишь в облаках до заката И дыханием твоим я наполню Ночь с тобой самой лучшей наградой Для меня, будет для меня Мы под звездами снова сольемся Нагружаясь в глобальные сети Только взлетом случайно коснемся Чтоб друг друга, чтоб друг друга обнять Ты забери и не отпускай Сердце мое, что тебе дарил я Просто любовь, режим онлайн Ты подержи, чтоб не уходила Ты забери и не отпускай Сердце мое, что тебе дарил я Просто любовь, режим онлайн Ты удержи, чтоб не уходила Ты забери и не отпускай Сердце мое, что тебе дарил я Просто любовь, режим онлайн Ты подержи, чтоб не уходила Ты забери и не отпускай Сердце мое, что тебе дарил я Просто любовь, режим онлайн Ты удержи, чтоб не уходила Итак, мы снова выходим в эфир, чтобы уже поздравить Иракли с этой успешной работой Клип онлайн, друзья Смотрите, слушайте в эфире телерадиоэконома «Страна ФМ» Если встретится этот клип вам в Ютубе, можете поставить лайк Там уже их очень много, но и ваш тоже не помешает Ну видно, что Иракли доволен быть над собой Ты, кстати, очень такой понятный мужчина Вот видишь, сиди ты прямо Да нет, мне просто с вами хорошо Я не могу сказать, что я с собой доволен Потому что я никогда почти не бываю с собой доволен Потому что когда я себе скажу, что типа все, я с собой доволен, я крутой На этом рост прекратится Поэтому всегда есть проанализировать что И идти дальше Но честно могу сказать, относительно этой работы Я счастлив, что получилась такая добрая Очень добрая Вдохновляющая Мотивирующая на делание добра Работа Ну намеренно снимал такую Именно так Нет, случайно получилось Ну просто лую, не вышло Я представляю, приходит к нам Иракли Против тренда, Юля, против тренда Через пару месяцев такой приходишь, снял новую работу Где-то злой, кровожадный Вот это вы хотели, блин, получилось не сразу Я подумала Поздравляем тебе, да Спасибо, спасибо огромное Иракли, полтора месяца остается до Нового года Ты будешь работать, как ты уже мне сказал, да? Сейчас вот это всегда все одно и то же ничего не имеется Это здорово Не могу сказать, что вот эти полтора месяца Они прекрасны в том плане, что начинаются пробки И это уже напрягает Уже страх пробок возникает У нас здесь на велосипед Ага, зимой то, что надо С подогревом У нас дорожек много теперь велосипедных Да-да Расскажи, пожалуйста, есть ли какое-нибудь такое грузинское блюдо Которое должно быть обязательно на новогоднем столе Нет, и вообще расскажи, как, в принципе, этот Новый год проходит Учитывая, что ты выступаешь, когда ты ешь это блюдо И когда ты курант Ну, скажу вам честно Для меня больше, конечно, Рождество имеет ценность Нежели чем Новый год При всем уважении к детскому празднику Который был создан в советское время Кто знает историю, тот поймет Но при этом все-таки какой-то такой ностальгический момент По оливье и советскому шампанскому И, конечно, маминам гозинахи Это вот то блюдо, которое как раз-таки должно обязательно лежать на грузинском столе А что это поясни? Гозинахи Это в России называют Казинаки Это в меду то, что в основном здесь делают семечки На самом деле грецкий орех или фундук делаются в меду Это очень вкусное грузинское, на самом деле, блюдо Когда готовится дома, в домашнее, это нереально вкусно И это как традиция является, в общем-то, на столе обязательно должно быть Мистные какие-нибудь Ассации, аджипсандальчики Ну, это понятно Это так, да? У тебя любят А ты сам готовишь? Нет, только шашлык, я только с мясом умею Настоящий мужчина Ну, понятно, здесь все банально Что главное в шашлыке? Расскажи, вот заповеди от тебя Вот какие-то советы, лайфхаки О, подожди, подожди, ты тоже готовишь шашлык? Ну, как я могу готовить, когда рядом мы иракли Да, что я могу? Ну, так, чуть-чуть Главное в шашлыке, это лишь хорошее мясо, на самом деле Вот, но, что удивительно Я вот, видимо, вот такой растаможенный грузин все-таки московского разлива Вот, как когда-то сказал Вахтанг Кикайбиза Грузин московского разлива У меня как-то с рыбой, вот получается, хорошо нагрели И вот многие мои друзья, когда я жил за городом Когда я только стал, только-только стал отцом Я жил за городом И приезжали специально для того, чтобы Какая рыба должна быть? Я обычно возился с севасом И как-то все импровизировал просто Без всяких вот соусов сильно и так далее Это уже Вахтанг Каландадзе говорит Да, действительно, севас, но почему нет? Конечно, да Вот он, вот он, грузин 21 века Вахтанг Каландадзе тоже, кстати, там ел севасом Неоднократно Понимаете, вот на самом интересном нам нужно заканчивать Ну как же так, ребята Я же еще вернусь Приходи с новыми песнями, с новыми клипами Иракли, друзья, в гостях у страны До новых встреч, пока